Всем здорова, ребята, с вами Зоверс, и сегодня я расскажу и покажу, как же сделать, ну, просто пушечную аватарку для вашего клана в Standoff 2. Поехали! Итак, для начала нам понадобится программа под названием Pixel Lab. Итак, у меня в сохранёнках уже был такой вот текст, который нам нужен, ну, а сделать его, ну, ребят, проблемы с таким текстом у вас точно не появятся. В общем, вы делаете на задний план текст, который захотите вы, мы напишем Зоверс Дизайн, чтобы никто не смог, собственно, скопировать его. Вот так вот мы ставим в длину, и сейчас покажем, как же это будет выглядеть. Спустя некоторое время я решил написать эти два слова отдельно, чтобы было какое-то разнообразие в цвете. Собственно, мы пишем Зоверс, пишем Дизайн, то есть отдельно то, отдельно то. Ставим вот так вот, делаем малюсенький такой пробельчик, чтобы было всё просто чики-пи-барум. Потом изменяем текст, давайте, наверное, на белый. И вот так вот, вот Зоверс в длину вниз мы всё выставляем, а слово Дизайн тоже. Так, фон я поставлю сейчас вот такой вот, вот, идеальный, я считаю. И теперь мы просто текст всё время будем копировать, то есть мы копируем. Так, где эта кнопка копировать, бесит меня её, а вот она. Просто копируем текст и ставим чуть-чуть ниже. То есть копируем опять текст и ставим чуть-чуть ниже. Сейчас я всё покопирую, поставлю и покажу вам уже результат. Спустя некоторое время у нас получился вот такой вот результат заднего фона. Ну а сейчас будем его как-то красивенько оформлять. Так, сейчас настроим винеточку, ну, для красоты, чтобы выглядело очень красиво. И добавляем наш логотип. Логотип, ребят, я делал сам. То есть своими руками я его придумал, ну, не знаю, часа два-три. И получилось у меня довольно круто. Он меня очень устроил, и вот я его вот так вот красивенько поставил посередине. Теперь будем добавлять некоторые эффекты. Я решил добавить такую штуку, как PNG месяц. Легко вы можете найти его в хроме. И я вот так вот его максимально смог увеличить, чтобы он выглядел, ну, красиво максимально. Сейчас, наверное, надо ещё чуть-чуть увеличить. Хотя нет, смотрите, выглядит прекрасно. И, казалось бы, уже готово, ребята. Но сейчас я добавлю ещё парочку эффектов, и посмотрим на наш результат. Мне показалось, этот текст слишком давил на глаза и был очень резким. Поэтому я решил зайти в программу под названием PixArt и найти такой эффект под названием Blur Размытие. Мы добавляем размытие и ставим где-то, ну, я не знаю, кому как, знаете, на вкус. Вот если вам понравилось, вы и ставите. Я поставил где-то на троечку, поскольку я считаю это, наверное, идеальное число. Вот, осталось теперь сохранить, и обратно будем сейчас переходить в нашу программу Pixel Lab. Также я решил добавить эффект под названием Mask. Выглядит он довольно красиво, но, смотрите, сейчас мне на самом деле не очень нравится. Давайте попробуем как-то по-другому это реализовать. Ну, серьёзно, мне кажется, можно намного это лучше. Выбираем нужный нам слой. Заходим. Так, ну, давайте чуть-чуть, да, сделаем побольше. Стролка. Стролка это у нас обводка. Всё, заходим теперь в Mask. И давайте как-то сделаем, знаете, по-интересному. Может быть, вот так вот вверх? И вот это, чтобы вниз тоже был. О, вот так вот вообще, смотрите, бомба. Так, осталось теперь выровнять. Давайте, надо, чтобы идеально всё было. Хочу, чтобы прям идеально-идеально было. Так, и нижнюю ещё поправить надо. Нет, вообще неровно. Так, надо нижнюю ещё поправить. Вот где-то вот так вот. Я думаю, в принципе, нет, высоко, это высоко. Вот, вот где-то вот так вот вообще идеально, я думаю, будет. Ну, и в принципе, на этом всё, я считаю. Сейчас вы увидите результат нашей аватарочки. Вот такая аватарочка у нас получилась, ребята. Давайте набьём на этом видео 100 лайков, если вы хотите, чтобы я сделал видосик про то, как же сделать эдит или мувер в Standoff 2. Ну, а на этом видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи в фотошопе, всем пока.